здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня поговорим о ремонте не только ремонте обо всем том что связано с нашим хозяйством с теми домами где вы живете у нас в студии главный инженер а о лгж ты евгений олегович веснин здравствуйте в гене левый добрый лето как пора работы активные так понимаю люди отдыхают а лгж это работает работа круглый год круглый год летом в особенности ну давайте начнем с самого простого вопроса ремонт как известно это ну такая постоянная необходимость и многих говорят о том как принимается ли решение кто делает ремонт и кто какая периодичность устанавливается или это по мере того как где-то что-то например упала тогда ремонтируется или заранее ну ремонт он изначально подразделяется на плановый текущий у нас как управляющей компании проводятся весенние и осенние осмотры жилищного фонда в ходе которого у нас выявляются какие-то слабые места осматриваются отмостки основные конструктивные элементы дома кран как осмотр это специальные люди ходят до техники смотрители специально обученные люди ходят по грубую по чек-листу проверяют основные конструктивные элементы жилого дома а я оставят смотрят куда-то вот эти нет 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 это . другое ручка другое да у нас визуальный осмотр конструктивных элементов и на основании весенних осенних осмотров уже формируется титул титул того ремонта который будет проводиться это что касается текущего ремонта также есть ремонт личных клеток также относится к текущему виду работ но у него уже есть некая плановость хорошо но вот плановые текущие это понятно но есть еще такое слово которое некоторых тоже будоражит вот это капитальный ремонт это что-то такое что кажется навсегда вот чем отличается от текущий ремонт от капитального и кто принимает решение и что такое вообще капитальный ремонт вот в сегодняшнем современном понимании но мнение у людей очень так разнятся по поводу отличия текущий ремонт от капитального и я для себя определил наверное такое как бы понятие что текущий ремонт это тот ремонт который направлен на поддержания нормального функционирования инженерных систем или коммуникации дома в промежутках между капитальными ремонтами то есть я бы наверно так здесь и сейчас что называется то есть подержали ламирование до элемента чтобы мы дожили до капитального ремонта скажем так вот когда а капитальный ремонт соответственно это уже более углубленный ремонт конструктивных элементов дома получается так ведь это же наверно зависит но это абсолютно дитанский сейчас до подходит зависит от конструкция дома от там есть дома сороковых годов есть 60 их есть даже 90-х годов да и наверное каждый дом каждое строение по-разному подходит к тому иному капитальному ремонту то есть логика подсказывает если мы текущий ремонт делаем нормально то мы можем как-то отодвинуть увеличивается срок капитального ремонта абсолютно верно то есть грамотное и современное обслуживание инженерной коммуникации и систему дома она позволяет именно прослужить им дольше период перед капитальным ремонтом нет такого а вот обязательно до капитальный ремонт там четыре года условно прошло и если даже все хорошо работает все нормально визуально посмотрели то обязательно делаем капитальный ремонт нет нет не надо мешать работать скажем так как коммуникациям дома коммуникациям конструктивным элементом если нет необходимости зачем туда влазить вот поэтому скажем так грамотно еще раз повторю текущего ремонта позволяет оттянуть срок проведения капитальный ремонт хорошо сколько вообще домов ремонтируется вядь и ведь ну опыт подсказывает что знаете как бывает одна беда она не приходит иногда надо сразу несколько домов может так на нас обстоятельства складываются иногда наоборот кажется что вроде как попроще к сколько одновременно можно ремонтировать домов я имею ввиду лгжт занимается и опять же разделим между текущим до ремонтом таким и капитальный капитальный ну смотрите от года году цифры текущего ремонта домов которые нас включены в праве текущего ремонта она меняется то есть опять же все это как я сказал уже проводится на основании осенних весенних осмотров но например в текущем году у нас запланировано порядка 60 мкд под ремонт цоколя примерно такой раз переведем на русский язык что такое 60 мкд 60 многоквартирных домов многоквартирных домов 60 до по которым по которым будет проводиться ремонт цоколя это нижняя часть до нашего с вами дома значит также такое же примерно число 65 70 домов у нас значит будет ремонтированы крыльца то есть входные группы все это стараемся в комплексе чтобы общий вид скажем так был законченный и того получается это это уже порядка до 120 даже много за откуда силы как иначе отходы силы ну вижу то и не последнее предприятие силы да мы силы всегда найдем на любую работу вот и то же самое по порядка 80 домов у нас включенную в план отмостки тоже то есть мы отмостку ремонт отмостки проводим асфальтом но это более скажем качество более современно вот и 80 домов в этом году планируем тоже для проведения данных работ а как жители как-то узнают о том что вот у них планируется ремонт что ну вот там если будет асфальт там как-то по-другому же логистика входа-выхода обхода но мы мы стараемся сделать так чтобы жители как бы это меньше коснулась плане от выхода страсти родиной стороны а так конечно мы вплотную работаем со старшими по домам то есть это активные граждане которые с активной жизни позиции которые и к нам приходят и мы всегда их уведомляем если какие-то плановые работа не будет проводиться да также сейчас вот мы проводим такую большую и важную считаю работу по созданию общедомовых чатов да то есть тоже куда актив дома будет подключаться да не то что актив дома любой желающий значит этот чат к вам будет форма будет иметь доступ это и нам будет проще людям доносить информацию то есть нужно будет искать одного человека старшего который потом в последующем должен будет до всех это довести по цепочке бы информация будет выбрасываться в от общей новой чат и люди сразу же смогут иметь понимание что когда у них планируется к работе ну и также помимо плановых работ в случае какого-то возникновения аварийной ситуации тоже чтобы людей уведомить более оперативно ну да это очень удобно очень удобно да да ну со временем я думаю что в дальнейшем наверняка будет уже возможность как ну мы же можем совсем далеко вперед смотреть когда любой человек может дать какой-то сигнал решает массу вопросов где-то кто-то что-то услышал и так далее ну хорошо теперь по поводу ремонта капитального сколько домов у вас это же сложнее уже а другая наверно какая-то цифра это же более сложный дав с капитальным ремонтом немного сложнее скажем так там планы идут не годовые план капитального ремонта сейчас формируется трехлетний то есть сейчас вот мы проходим этап 20 22 года план капитального ремонта если говорить тот пандемия наверно внесла какие-то да коррективы мы поцель за так чтобы минимальные были коррективы минимальные коррективы да естественно был период когда людям нельзя было работать вот в местах общего пользы но мы постарались догнать скажем так это все значит сейчас мы выполняем план 20 22 года как я и сказал и если мы говорим с вами о жилищном фонде лгожит это у нас к ремонту 97 мкд запланировано это много квартирный да ну и квартирный домов прошу прощения да это по разным элементам из них 52 кровли 37 фасадов и 8 внутренних инженерных систем это вот для того чтобы как чтоб кирпич не упал кстати возвращаясь 7 капремонта ведь это уже когда серьезно да ну и жжешь на серийные до какие-то проекты когда мы на основе какого-то дома можем предположить что будет с дальнейшими домами этой семьи тоже какой-то вам материал дает безусловно насколько устарел скажем так жилой фонд что вы наблюдаете за это за этим то есть насколько сложно ну то есть грубо говоря чем чаще капремонт тем мыгана понимаем что устаревшие какие-то конструкции ну вы знаете я тут могу сказать наверно что раньше строили на века все таки да и да и предполагали совсем совсем не показатель того что если дом старый значит выходя на капремонт мы схватимся за голову и будем до авто селога даже с ним делать какой степени мы подойти совсем нет есть дома где в рамках текущего ремонта работы проводились на прокасается кровель и направлять больше материала скажем так мы тут сталкиваемся с проблемами когда проводим демонтаж что старого материала пытаясь что мы все делаем с нуля грубо говоря заливаем стяжку все по нового все все до последовательно все работы проводим по новой конечно тут мы сталкиваемся с небольшими проблемами а так в основном проблем никаких но наверно когда старый дом наоборот кого это удовольствие получает посмотреть его сделано да 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 когда своими руками притрагиваешься к этому и возводе что-то новое на нем ну конечно приятно всегда ну и самый главный житель радуется потому что на вот контакт с жить с жителями есть так когда когда идет вы конечно конечно мы очень плотно с ними взаимодействием жителям во первых вот несколько причин у нас законодатель мод это житель в любом случае они поэтому да мы музыку заказывает музыку заказывает он да мы с ним все это согласовываем ну и так или иначе в ходе любых работ возникают какие-то вопросы понимаете то жители а как это будет а вот какого цвета будет кровля у нас на доме а каком материал используется все ли согласно смете проводится работа мы в плотном контакте всегда и и технодзор и закреплены у нас за каждым домом и начальники же у тоже не остаются сторонними наблюдателями абсолютно тесным то есть под присмотром хорошо ну я так понимаю что вы еще и в других городах успеваете что-то делать это получилось действительно так ну вижу то я зарекомендовала как скажем так надежный партнер надежный товарищ и партнер да на которого можно положиться во всех вопросах поэтому мы не только в рамках нашего жилищного фонда работаем и городского округа в целом и также работаем являемся генеральными подрядчиками фонда капитального ремонта по другим городам в частности раменска электросталь и так далее но сил хватает если здесь и там то есть хватает то есть они распыления скажем нет нет это не идет за счет ущемление где-то в люверсах чего-то мы например берем другой вокруг нет нет абсолютно равномерно распределяем свои силы и мы же не пытаемся принять выше головы но понятное адекватно оцениваем что сделать что-то за счет другого результат будет соответственно плача какие-то бывают особые случаи когда вот дом например действительно старый что я прицепился к этим домам но у них своя история а когда нужен какой-то специалист чтобы он посмотрел к они серийный дом или можно выбиваться если есть ряд работ который требует под собой создание проекта по данной работы тут конечно мы вплотную работа мы с проектировщиками согласовываем каждый шаг своих действий потому что в любом случае я просто серьезный когда делаешь капремонт несерьезных вопросов нет если например не понравится может что-то не понравится людям не знаю там как покрасили что-то или чё-то не ну если пользователь скажем так может какую-то претензию вам предъявить но смотрите мы любую свою работу вне зависимости капитальный это ремонт либо ремонт текущим и на первоначальных этапах максимально скажем так согласовываем все жителями вплоть до цвета стен если мы говорим на про текущем ремонте личных клеток ну скажем так большинства да ну конечно как же большинство но опять же актив дома дома как все понимаем что собрать там все 80 квартир доме это невозможно как бы мы не старались да есть просто старше от подъезда старшего домов мы не пытаемся все вопросы решать и скажем так на берегу еще мы максимальное количество тех вопросов которые возникают ходе ремонта стараемся скажем так сбить чтобы мы можем предположить случай такой же но что-то где-то немножко не докрутили там мы не знаю что то если вот вдруг заметил в тот же я представитель если вопросы касаются качества ремонта да тут без вопросов мы по первому зову придем сами оценим посмотрим что передел это даже не обсуждается конечно тут мы все доводим до ума и и стараемся на совершенстве сейчас нас небольшая пауза напомнил нас гостя главный инженер а ул гжт евгений веснин говорим мы о ремонтах о капремонтах обо всем том что делает нашу жизнь лучше и большая пауза и вернемся напомню что эта программа открытый диалог сегодня говорим об обустройстве главный инженер а ул гжт евгений олегович веснин сегодня у нас здесь в студии немножко мы поговорили что такой капитальный ремонт такой текущий ремонт но ремонт это когда вот необходимо сделать потому что ну как бы жизнь заставляет время и так далее тому подобное но есть еще такое понятие когда вам приходится решать вопросы вандализма значит это какой глобальный вопрос потому что слово вандализм звучит вроде бы громко но тем не менее любое там ударил куда-то дверь сломал еще что-то стена обвалилась или так далее это же тоже делают люди или даму же гости не знаю может быть и сами жители сами того не знаю вот как тогда этот вопрос решается за чей счет восстановление идет ну к сожалению последнее время мы все чаще и чаще сталкиваемся с вандализмом и происходит он не только в подъездах многоквартирных домов происходит он и на улице дорогой территории на дворовая территория до последнее время очень сильно подвергается вот противозаконным этим актом вплоть до того что ломают и детские элементы на десна детских площадках спортивные элементы и на самом деле восстанавливать до восстанавливает это все управляющая компания за счет прибыли предприятия но это где-то заложено как отдельная статья что на случай на нет нет это не заложено в том-то и дело и что самое обидное что на эти деньги которые мы тратим на восстановление скажем так элементов площадок мест общего пользования они действительно колоссальные последнее время а могли пустить мы их на что-то не забирают да да конечно что более нужное там то же самое совершенствование предприятия например производства нашего с каждым годом к огромному сожалению деньги вот эти поглощаемые вандализмом и действительно увеличивается все больше и больше но я так понимаю что этот вопрос который но управляющих компаний в стране много люди которые занимаются жилищным хозяйством наверное этот вопрос как-то поднимается на высоком уровне чтобы вам например каким-то образом все-таки появилась эта статья на ну как это разное другое я не знаю как это красиво назвать нет пока огромному сожалению речь такого нет не шло об этом да мы единственное что мы стараемся вплотную работу с правоохранительными органами чтобы тоже как-то от если поймать за его счет за его грубо говоря да вот говорили да так же да да такие случаи бывали на самом деле в основном конечно этими действиями занимаются нас подростки то есть ловили их выходили на родителей уже в соответствии скажем так законам все действия принимали по отношению к ним ну то есть хоть какой-то механизм издал он может быть не совсем идеально я имею ввиду нельзя всех поймать и всех заставить платить но как-то да но как-то стараемся решать да но опять же в помощь сейчас нам это камеры которые устанавливаются повсеместно на то есть тоже стараемся по этим камерам вычислять либо номер автомобиля который подъехал из которого люди вышли тот или иной за ей вандализма даже решили ну либо наше подрастающее поколение которое тоже не совсем ответственно относятся к имуществу еще такой вопрос тема лифт тема который очень любима для обсуждения значит лифт он имеет срок годности вот лифт меняется где-то не меняется вот спрашивают как сейчас ситуация в этом хозяйстве ну вы абсолютно правильно сказали у лифта есть срок годности это 25 лет значит до после прошествия данного срока лифт ставится в программу капитального ремонта также на замену на стопроцентно да 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 значит ежегодно у нас работает и проводится значит в двухтысячном году у нас было заменено 15 лифтов в двадцать первом году было замену 38 лифтов и вот в двадцать втором году у нас в плане замены 23 лифта значит из них 6 уже заменены 10 находятся в работе и соответственно 7 ждут своего часа до конца года естественно все эти работы планируем осуществить а устанавливают ли где же это такая но не безопасная прямо скажем да машина вот кто-то кто его устанавливает что это за специалисты какой контроль но работы проводит специализированная организация естественно которая занимается непосредственно лифтами с нашей стороны у нас есть значит человек который занимается лифтовым оборудованием значит на всех этапах проведения работ все контролируется им но на каждом лифте знает все особенности да абсолютно верно значит но опять же говорю здесь работы права специализированная организация возвращаемся к теме глобального ремонта а гарантии вы какие-то даете вот вы отремонтировали дом поставили галочку дело хорошее все нормально а гарантии какие ну скажем так если что должно если мы с вами чтобы если мы с вами говорим о том что из-за неправильно проведенного ремонта дошла дефект образовался конечно безусловно мы по заявлению жителей либо после обхода сами это увидим и все недостатки эти устраним но у нас к сожалению опять же мы вернемся к вандальным действиям до очень часто от них как да да бывает что ремонт новый приходит через месяц а там уже изрисованы все исписанными конечно тоже понимаем что жители до следующего ремонта ждать долго стараемся идти навстречу в любом случае конечно как-то подкрасить это все то есть создать условия чтобы нашим жителям было комфортно а как как вот как понять обычно мы всегда видим как начинается ремонт иногда он издалека начинается я имею ввиду вообще да не только в люберцах что-то привезли что-то там огородили так далее где-то быстрее-то идет где-то медленнее но а вот когда заканчивается ремонт вы как-то приходят к вам жители с хлебом солью говорят все спасибо принимайте работу как это у нас опять же повторю все работы принимает наш житель то есть банальный акт выполненных работ который подписывались ходят вместе с управляющей компанией да и жителям составляется акт конечно они если где-то что-то не доработанное или тогда это записывается это вот дожил ловится к абсолютно верно да хорошо и затем об этом как-то как сообщается доме в доме или вот только в чате просто пишется что у нас ремонт закончен все попросим любит я так думаю что когда проводят ремонт жители все это видят ремонта так или иначе это пыль и грязь и от этого никуда да ну вот на узел к я не спрашиваю вопрос когда а вдруг что-то раз и и оставили и забыли так она и стоит к и бочечка ну вы следите за и такой бывает крайне редко такой вот крайне редко если это происходит то конечно мы сразу реагируем и возвращаемся и все за собой убираем почищаем так чтобы житель зашел в чистый подъезд и увидел разницу между тем что было и тем что знал это самая основная задача для нас то есть начать и кончить до района надо ремонт и да хорошо то есть как ну скажем так контакт есть постоянный они хорошо но еще такая есть нас новое новое словосочетание режим тишины потому что например в этом доме идет ремонт а в этом доме ремонт не идет то есть им как бы до этого ремонта и делать-то нет и а там шум какой-то по времени какие-то ограничения может какой-то телефон есть куда можно обратиться что там происходит или какая-то прямая линия позвонить что вот доме напротив так шумят что или даже жители этого дома говорят может этого ремонта устали но в основном нашу житель относится с пониманием проведение таких работ все мы поняли что ремонт бесшумный быть не может но все организации наши подрядные кто проводит ремонт и не только я говорю сейчас про ремонт личных клеток они все предупреждены о правилам до правилах проведения шумных работ значит в случае если вдруг если вдруг какой-то из жителей недоволен тем что шумят рабочее время или какой-то безответственный товарищ у нас начал тарахтеть в обеденный перерыв любой житель может позвонить нашему нашу нашу жил телефон у нас есть всех же на сайте значит начальник же у незамедлительно отреагирует на этот звонок мы свяжемся уже с подрядчиком и объясним ему как надо себя вести в период соблюдения скажем так тишины а а вешать ли какая-то информация но знать как там иногда сейчас даже лишь там вода там будут выключена с такого-то по такое-то время конечно фабрин как понять что ремонт конечно в принципе когда-то закончится значит по всем многоквартирным домам где проводится капитальный вид работ капитальный ремонт устанавливается табличка где пишут соответственно за производство работ сроки проведения работ и организация которая эти работы производится указанием естественно номер телефона теста я сказал уже чтобы по всем вопросам нужно было связаться чтобы можно было понять кому обращаться о ком сказать и тогда мы опять же повторюсь что начальник начальники наших же они полностью владеют информации если вдруг какие-то вопросы возникают и ну мало ли табличку на оторвали мы не успели но до поставить до все это можно позвонить же информацию и моментально трагируем ремонт еще подразумевает но разные есть подъезды я имею ввиду дорогу до подъездную да какие-то может быть большая машина приехала маленькая вывоз мусора привоз как у какого-то оборудования и так далее где-то что-то могут повредить там тротуар и так далее вот то что вроде бы в ремонт не входило вот как решается этот вопрос это потом жители должны сами разгребать нет конечно нет если мы с вами говорим о том что в ходе проведения ремонтных работ было повреждено какое-то имущество то безусловно на все восстанавливается это за счет либо полярной организации либо мы сами проводим установить на работу житель здесь никак не должен страдать и принимать участие денежное я имею ввиду принимать участие в том что не им было сломано но сигнал могут дать потому что конечно 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 не будет такого вот нет это не мы сломали нет там и сломали а там тротуар где-нибудь нет конечно нет это сейчас все контролируется и от жителей мы получаем сигналы да и нам самим неинтересно оставить в таком виде то есть мы сделали фасад подъездную дорогу разбили красота должна да все кроется в деталях еще такой вопрос сегодня когда вы планируете текущий ремонт но любой вид ремонта а как вы предполагаете с с материалами то есть вы их как-то но предполагаете например бывает такое что то капитальный ремонт столько-то запланировали а пришлось больше потратить или плюс-минус какая-то по по необходимости используется материал но мы работаем строго по смете то есть сначала осмечивание же конечно 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 смечивается по ресурсной ведомости мы имеем понимание плюс-минус сколько нам нужно будет материалы и в соответствии с этим работаем крайне редко бывает что скажем так вскрытие показала даже нужно еще что-то но выходим из этих ситуаций никаких проблем у нас с этим нет то есть такой профессиональный подход ничего лишь тем более сейчас нужно с лишним тоже проблема определенного абсолютно верно мы ничего нового не придумали да в этом это уже отработанная схема игры и те до до кубки скажем тогда если что-то нужно купить они в минимальном все ну и самое последнее какова обратная связь с жителями одно дело когда главы дома так назовем их руководители до объединений а другое дело когда простые жители что пишут что сообщает вот в тех самых чатах как оценивают вашу работу ну ремонт я имею ввиду кульманиум говорим на самом деле оценивают хорошо это все очень приятно есть конечно люди которые чем-то недовольны мы тоже стараемся да 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 тоже стараемся как-то понять их стать их положение и попытаться найти какой-то общий знаменатель в работе с ними а так большинство конечно будет признательные люди потому что работа проводится действительно не маленькая да ну пожелаем вам лето как выяснили пора серьезно а до зимы надо много успеть чтобы зимой меньше было работы евгений веснин главный инженер ауэл гжт рассказал нам о том как проходят ремонт и домов в городском округе люберцы спасибо вам огромное напомню что это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко до свидания и и и и и и и Продолжение следует...